Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня чашечка, и у нас уже сразу видно, что здесь рыцарь, наконец, цветами за спиной. В общем, тут какой-то мужчина к вам летит просто. Заказывали, пожалуйста. Под ногами у коня кубок, который, естественно, говорит о том, что этот мужчина постарается в хорошем смысле слова растоптать все негативные ваши влюбленности, вот, и свой кубок вместо этого предложит. Вот. Так, дальше. Здесь я вижу крест буквально перед ним, прям такой красивый, очень интересный такой крест, как христианский такой крест с рифлеными такими краями. Как нательный крестик, даже по размеру он вот такой где-то сантиметра полтора-два, как на теле носят. Возможно, он как раз христианской верой, и также говорят о том, что это судьбоносная встреча. Так что вот так. Это самая основная такая информация, которая здесь идет. Я думаю, что больше тут... Ну, будем смотреть, конечно. Так. А, я здесь видела. Я здесь видела птичку на проводе. Да, здесь у вас есть новость. Новость. До этого вы получали тоже новость об этом, но какая-то искаженная, даже, можно сказать, изуродованная новость. Но сейчас новость будет уже четкая и ясная, да. То есть вы будете понимать, что эта новость, которая придет, она вторит первой, предыдущей. Или же у вас будет просто новость, следующая новость за новостью, да. То есть две новости, которые будут практически идентичны, только одна в искривленном, искаженном виде. Вторая за ней следует о том же информации, о том же, только более точная. Да, то есть две новости. Ну, рыцарь тут просто сумасшедший какой-то. Конь у него и цветы, и корона. Тут это прям король. А, и знаете что? Этот рыцарь, он до этого следил за вами. Где-то видел вас. Тут такой длинный нос у него. Но это говорит о том, что он интересовался до того, как встретить вас, до того, как встретиться с вами. Он интересовался, что там у вас в жизни. Расспрашивал у вас, например, у кого-то. Либо просто смотрел, если, например, у вас нет внешнего контакта с окружением. Вы понимаете, что такого быть не может. То это, скорее всего, тот человек, который за вами следил где-то в соцсетях. Так, все ли пишется? Да. Так, что еще? Здесь еще, допустим, о рыцаре. Основная информация эта. Идет рыцарь. О рыцаре еще что скажу. Буква Д идет. Д почему-то на голове коня. Дом может быть. Да, дом. Или открывает дверь. Так, смотрите. Тут довольно радостное такое все окрас в чашечке. И даже люди, окружение будет как-то вам в ближайшее время ходить, улыбаться. То есть я не вижу негатива. Да, как в диснеевском фильме реально. Очень много новостей идет. Жирных каких-то новостей. Про любовных новостей. Вот. Есть человек, который с вами общается по переписке, который вас любит, но который не хочет это показывать. То есть тут идет контакт. Ну, может так, либо переписка, либо какие-то перебрасывания. Знаете, как вот в компании друзей. Вы можете общаться некоторыми фразочками. Или же какие-то разговоры. Например, звонки. Часто похожи. Да, вот когда созвоны, например. Да, вот клиенты и так далее. Либо по переписке где-то в соцсетях. Что-то вот такое идет. Человек не показывает, что у вас влюблен, но очень влюблен. Прям сердце огромное. У него прям чувство очень сильное где-то. Но он отворачивается, не рассказывает. Кстати, если бы он рассказал, тут идет такая информация. Потому что он вам тоже нравится. Вот такая подсказочка идет. Он вам тоже нравится. Вы бы точно отреагировали на этот зов в сердце. О боже, тут идет такая ситуация. Вы как... Вот этот рыцарь, который к вам идет. Еще о нем такая информация. Он реально разрушает какие-то старые ваши привязки к старым. Чтобы вы позабывали все свои влюбленности. И он прям вот идет для того, чтобы... Или с тем, чтобы только о нем вы и думали. Вот. Прям знаете, как это вы даже... Ну, есть, знаете, такое слово идет. Прям похороните все свои негативные чувства, которые были у вас до этого. К мужчинам. Неожиданно будет, нагрянет этот человек вам. Его показывают крупным планом. А у вас мелким планом. То есть вот сейчас как бы вся на него. Он к вам идет, он вас видит, он за вами смотрит. Приготовил что-то за спиной. Возможно, букет какой-то несет. Так, ладно, хорошо. Там уже высмотрели. Можно еще много-много там что-то выискивать. Но уже основная там информация пришла. Так, идет буква А. Агроменная буква А. Кто-то что-то начал, какое-то новое дело, новый бизнес, новую постройку, новое начинание. Что-то здесь идет. А в ней, над ней большая буква А. Да, то есть вы как сначала фундамент построили, потом начинаете делать стены, крышу того самого дома. Кто-то действительно строит дом. Хотя вы в этом, как интересно, показывает, что вы знаете, как чайник. Но в любом случае у вас очень все хорошо получается. Были чайником, стали профессионалом. Вот и замечательно. Есть информация очень хорошая тоже. Такие крылатые, красивые животные. Не то птица, не то конь. Вот что-то такое идет. Вот эти сказочные такие животные, они все-таки как некие такие ангелы-фамильяры. Тут что-то или-или идет, или-и-и. С хорошими предсказаниями для вас. Сейчас, сейчас, сейчас я скажу, что это. В чем хорошее предсказание, сейчас хочу сказать. Смотрите, вы оставляете позади, в перевернутом состоянии всех тех, кто вам вредил. Они не могут больше вам вредить, потому что они вообще видят как-то все по-другому и смотрят в другую сторону. Это как минимум, чтобы у них там как максимум, это действительно как наказание какое-то могут понести. Дальше. Это животное, которое сказочное, оно идет в направлении будущего. Оно как будто бы показывает, что вот дорога, она четкая, светлая, красивая. Сейчас начинается с этой точки. И крепкие вот ножки имеет. Как вы знаете, вот петухи есть такие, у них такие ножки. в перьях. Вот эта птица имеет такие, как будто бы такие крепкие, пушистые ноги. Ну, крепко стоите на ногах, и может кто-то рано вставать начал, не знаю, вот тоже идет. Очень мощная информация в плане того, что тут смена режима дня. Да, смена режима дня. У вас, вы приобретаете некую корону. Как будто бы сама себя коронуете, ну, либо кто-то вас хвалит. Много начинаний. Вот есть буква А, еще одна буква А. Есть кто-то, может быть, с буквой А еще что-то связано. Может быть, вы имеете дело с человеком на букву А, и это, в принципе, перспективно. Так. Вижу человек, женщина или мужчина, но очень по-родному обнимает какой-то маленького ребенка. Почему это показывают? Ну, вот как будто бы они вместе сидят, сидя обнимаются. Может, это помирились, помирились с ребенком, и это хорошо. Тоже, видите, такая позитивная сегодня чашечка, позитивная. Мир идет, мир. Человек, который вас подслушивал, либо подсматривал, отвернулся в другую сторону. Ему пришла какая-то информация опасная такая по поводу вас. Может быть, испугался что-то и отвернулся такой гордый. Мужская фигура. Буквочка Е идет. Или Э, да, вот. Смотря в каком бы языке. Так. Я здесь вижу еще женщину, которая смотрит в небо. Но это небо почему-то она смотрит в прошлое. Она почему-то вот идет в сторону прошлого и смотрит туда. Но ее... Да, она смотрит в прошлую любовь. Она идет в форме сердца. Да, есть еще то, что смотрит вправо. Да, то есть то, что смотрит в будущее. Вам как бы говорят, что вас спасет любовь, которая будет. Да, которая будет. Перестаньте... Повернитесь, повернитесь из прошлого. Очень часто такая информация идет. Но это нормальная информация, да, потому что нефиг застревать в прошлом и что-то там себе придумывать. Прошлое было и было. Да, настоящее только есть. И будущего еще даже не наступило. Так, вижу большого кита. С одной стороны, да, либо... Да, большой кит. Прекрасный. Ну, это такая, знаете, защита. Когда вы будете чувствовать защиту и радость. Это я так вижу сейчас эту фигуру. Ну, вот такие вот у нас интересные здесь штуки, девочки мои. Так, сейчас еще. Я просто, с вашего позволения, тоже я смотрю на кофе, и мне всегда хочется кофе. Это ваш кофе, а у меня-то свой кофе. Класс. Так. Довольно рассудительного человека, вижу. Идет, что-то считает, просчитывает. Голова уже такая вся в этих просчетах. Один сплошной мыслитель какой-то. Но довольно-таки правильно делает, потому что это приведет его к верному. Тут буква В верно. Вот идет прям верному какому-то решению, верному шагу, верному ходу событий в его жизни. То есть молодцы, что так хорошо просчитываете все. Может, это просчитываете шаги, а может, реально деньги считает. Тут прям вот идет, считает, на пальчики загинает. Второй месяц идет. Может, второй период. Вот такое что-то еще. Что здесь может быть? Второе точка. Два точка пять. Не знаю, что это за цифры ваши. Подумаем, да, что такое может быть. Может, второе мая. Ну, что такое второй мая? Это следующий год для кого-то. Второе, пятое. Может быть, может быть. Что-то такое идет. Может быть, 11 мая. 11 мая. Ну, это прям сильная перспектива, да? Большая перспектива. Если смотреть в разрезе того дня, когда я снимаю, если вы смотрите там где-то перед этим числом, то почему нет? В общем, тут такое бывает. Девушка занимается своей красотой. Ну, у нас такое бывает часто. И как цветочек расцветает. Вот и правильно. Чем красивее, чем сильнее вы вкладываетесь в свою красоту, тем красивее вы выглядите. Такое идет. Так. А здесь у меня показан бокал из серии. Ну, смотрите. Тут такое впечатление, что кто-то может выпить вина, да, и случится интимная близость. Ну, что же, бывает и такое. И, в принципе, тут идет сердце. Мало ли. Мало ли. Все может быть, да? У меня есть девушка знакомая, которая вышла замуж за человека, с которым, я как прошу прощения, переспали, они буквально даже незнакомые были. Это было. Эта история просто интересная. Но рассказывать нечего просто. Они просто даже не успели познакомиться. Вот. Это нонсенс, конечно, да, непонятно. Но бывает же. И счастливая пара, вроде бы, живут вместе. Так, вижу девушку. Вроде девичье лицо, боком профиль. Тоже нас смотрит. Вспоминает себя молодой. Какая-то женщина. Да? Это женщина или мужчина? Какой-то странный профиль. Сначала мне показалось женщина, потом мужчина, король. Такой странный профиль. Не то женский, не то мужской. Но на голове корона. Она смотрит на молодую девушку. Какой-то мужчина. В возрасте. Все, понятно. Какой-то мужчина в возрасте смотрит на молодую девушку. Очень красивая фигура. Молодость прям пышет. Ну что ж, если вы молодая и красивая, значит, за вами смотрит какой-то довольно-таки пожилой король. Наблюдает. У него и дети есть. Дети я вижу на его плечах. Возможно, он женат. Да, он женат, скорее всего. Он смотрит в экран компьютера. Смотрит в экран компьютера. И почему-то это как прошлое. Возможно, вы знакомы были. Он смотрит. Так. Здесь два направления вылезают у меня объяснения. Если ваш король просто может отвлечься, например, на что-то. Ну, я вижу, что он либо на какую-то девушку отвлекся, либо либо на вас в прошлое. Понимаете? Он смотрит. Вот какая она была красивая. Но у него на голове корона. Она не падает. Очень плотно лежит на голове. Сидит. Или стоит. У него на плечах куча деток. Я не вижу супруги. Как бы, да. Но, возможно, вот... Ну, возможно, да. То есть, и тут показывают, что он как бы занят, да, женат. но смотрит на что-то. То ли на вас молодую, которая была молодая, да, и вы королева его. То ли на какую-то женщину молодую. Ну, как будто бы в прошлом, да. То есть, то и знает ее, знал ее раньше. Вот. Либо, если вы молоденькая, красивая, классная, и у вас было какое-то знакомство с королем, то он будто бы просто смотрит на ваш профиль, на ваши фото некий король из прошлого. Но у него свои заботы, у него какая-то своя жизнь. Он никогда не сможет бросить то место, где находится. Дети. Там я вижу детей. Как минимум. Вижу еще одно лицо. О, Боже. Это, знаете, как лицо недовольной, холодной, сейчас снежной королевы. Красивенная такая, в общем, но почему-то очень недовольная. Есть тут такая королева. Хорошо. Что нам о ней хотят сказать? Именно снежная королева. Вот с этой короной ее прям профиль виден. Ее кто-то целует в лоб. Ну, какое-то детское такое что-то. Кто-то вас разжалобит. Кто-то хочет вас разжалобить, снежная королева. На колени прям падает перед вами. И просит что-то. Кто этот? Кто-то? Будет такая ситуация, когда довольно-таки холодно настроенную женщину будет кто-то просто умалять. Мне кажется, как дети, что ли, о чем-то будут просить маму. Или учительницу будут просить детки. Вам как совет прислушаться, потому что они такие милые. Они светлые. Не будьте такой холодной. Вот. Они что-то просят. Ну, здесь светлая энергия детей. Если у вас прям такие какие-то злые есть, то, конечно, нечем посоветовать. Но здесь хорошие дети. Что-то просят. Так, девочки, кто-то свое увидел, конечно же, может быть. Да, вот я покажу. И так. И так. Вот. Как вам еще показать? Ну, я думаю, что то, что я сказала, это главное. Вижу, что хороший фундамент чего-то заложен. Тоже есть такая информация. Дорогие мои, вот это вот все. Вот эта вся чашечка. Если хотите, мы немножечко еще посмотрим. на картах. Давайте посмотрим на картах. На каких мы картах будем смотреть. Так. Это будет Марсельская Тару. Марсельская Тару. Что она нам скажет? Как-то оно мне сначала казалось неговорящим. Но, вы знаете, оно и довольно-таки интересное. в том, что как бы, вы знаете, сама первая версия. Тару. Так. Что тут по чашечке вы хотите нам сказать, дорогие карты? Что вы хотите сказать? Идет у нас восьмерочка мечевая. Двойка жезлая. Знаете, как будто бы двери появляются, в какой-то в какой-то проблеме появляется выход. Вот. И даже два кто-то взвешивает. брать эту дверь открытую, предложенную дверь открывать или не открывать. Вот как-то так. Ну, тут говорят, что вам там помогут. Вот. Вам какая-то дверь открывается. Вот. Была проблема. Да, была проблема. Не было выхода из этой проблемы. А теперь дверь открывается. Ну, либо просто говорят, вот дверь, пожалуйста, ты можешь смело взять, потянуть на себя, либо открыть, либо толкнуть, и дверь откроется. То есть в какой-то проблеме появляется дверь, в которую можно войти, и там вам помогут. Окей? Аминь. Хорошо, слава Богу. Так, боже мой. Так, что здесь у нас идет? Так, это у нас семерочка жезлов, и у нас идет семерочка кубкова. вот так, да? Семерочка кубкова. Я просто смотрю, что тут какие-то встречи у вас будут, что ли? судьбоносные встречи вам намечаются. Да, идет судьбоносная встреча. Девочки, если по чашке брать, там действительно человек прям по магу может все. А кто этот маг? кто этот маг? Он одинок? Слава Богу. Слышу, кто-то вздохнул. Фух. Одинок. Разошелся, развелся. Точно ищет какой-то справедливости. Уже ищет свою любимую женщину. Боже мой. Одинокий маг. Объявление вы читаете где там в интернете. Ищет свою, развелся и документально хочет закрепить союз с любимой для него женщиной. Ищет любимую женщину, короче. Восьмерка. Жезлов. Этот человек вам скоро напишет. Пишет. Хорошо. Хороший ли это человек? Тот, который вам напишет. троечка кубков. Слегка легок. Пока еще нет такой, знаете, цели. Именно вы и только вы. Но вы ему очень понравились. Хорошо. Но вы ему не просто понравились. Тут еще на будущее вам грозятся то, что вы станете главной женщиной для его сердца. Вот так вот мечи тут. Десятка мечей. тут такой стоп? Какой-то король в окружении мечей издалека к вам едет? Вы поставите на паузу какие-то отношения любовные, потому что вам придется встретиться еще с одним королем, который издалека вам такой говорит, я тут скоро буду. И он действительно приезжает. У вас закручивается просто не роман, а просто нечто. Закручивается история, которая может превратиться в более серьезное, чем просто пара, отношения. там десятка кубков. что за мужчина такой? Божечки, дьявол идет. Башня. Пятерка кукол. Слушайте, здесь такая интересная инфа. Возможно, вы знаете этого короля, потому что вы плакали из-за него. Да, вы говорите, да, он украл у меня время. А теперь что, возвращается? Посмотрите, он такой прям бравый возвращается. А что он хочет от вас? Он хочет с вами мира, он хочет вам что-то предложить. Что еще? И восьмерка. Нет, это девятка мечей. И что, напугать хочешь вы ее, что ли? Не понимаю. Он не хочет вас терять. Короче, какой-то мужчина вас не хочет терять, но вы за него плакали. Кто это? Не знаю, кто. Хочет с вами мира, счастья и вообще. Хорошо, насколько он искренний с вами? Будет ли с вами хотеть семьи добиваться? Искренен и здесь туз, пентакли. Искренностью не пахнет, честно скажу. Классная карта, но по поводу искренности конечно поспорить можно. Нет, он просто не хочет вас терять. Этот человек просто не хочет вас терять. Хорошо, придет такой, но у нас там еще какое-то шоу, которое любовь хотел с вами. С тем человеком, с тем мужчиной, что там будет? Потому что у нас тут рыцарь с цветами шел к вам. Это кто? Рыцарь с цветами идет, нежный, какой нежный человек. Боже мой, богатый, нежный мужчина, спокойный рыцарь. Девочки, тут такой интересный мужчина к вам идет. Там чашечка нам показывала с цветами, со своими чувствами, с деньгами, с подарками. Но за вами кто-то следит. Кстати, он мог следить за... А, смотрите, он следил за вами. Он следил за вами, а потом понял, насколько вы чисты и говорит, я виноват перед ней тем, что я просто подслеживал за ней. Проверял ее, что ли. Может, знаете, по вот этим картам идти через какие-то там левые хреновые аккаунты, через каких-то других людей и что-то выуживал какую-то инфу у вас. Я не знаю, почему у меня сейчас такое жаргонное идет, что-то такое идет из потока. Окей, хорошо. Но он осознал, что вы та, которая может составить ему не просто подружка, а пара на веки. Идет император и солнце. Можете себе представить. Здесь у нас восьмерка кубков. ой, девяточка у нас, девятка кубков, дорогие мои. Знаете, вот он хочет ту, с которой ему будет спокойно, на которой он остановится, с которой он успокоится. Он как-то в каких-то бегах постоянно, довольно активный человек. Вот так, вот такой рыцарь к вам идет, мои дорогие. Интересно, правда? Давайте советы спросим. Давайте знаете, что там были про какие-то у нас еще моменты. Я сейчас узнаю. Так, начинание. Что это за начинание? И что там будет? Начинание. Долго что-то не могло развиваться. но вы своей активностью и желанием, любовью к этому делу, к проекту, может, что-то вы развивали, достигли просто кульминации. Вы молодец. Вы просто завоевали свой собственный мир, а может быть, даже и мир. Вы сказали, я не остановлюсь, я сама себя в рыцаре посвятили и действовали. И вы знаете, тут восьмерка, это ваш собственный труд, благодаря которому вы достигли многого. Замечательно. Но здесь говорят, что благодаря этому труду вы достигнете многого. Рыцарь, имейте цель и не имейте никаких препятствий. Горячее сердце вас приведет к тому, что вы достигнете своего. Замечательно. Так, я вспоминаю, что там еще было. Судьбоносного посмотрели. А, ребенок и родитель какой-то или какой-то человек, который обнимал. Я вспомнила. Сейчас я еще посмотрю на эту. Вот они сидят. Окей, кто это такие? Что там хотят? Там какое-то примирение. Примирение. Да, была какая-то такая интересная ситуация. Возможно, даже острая ситуация. Но она, вот эта острая ситуация, острая энергия тут же трансформировалась в любовь. Да, это когда поссорились и тут же помирились. у вас вот такой всплеск эмоциональный еще и вызовет то, что вы больше дадите любви. Будто вы знаете, прорвали какую-то плотину и это любовь выливается. С одной стороны, да, но с другой стороны, вы обретаете какую-то прочность отношений, тишину, мир, покой, радость вот с этим человеком, человечком, да, маленьким, шестерочка жезлов. Но это победа, это победа. Победили какую-то ситуацию. Причем это надолго, надолго. Это прям, знаете, судьба, судьба, вот именно такая, что-то там прям серьезное, если честно, было. С каким-то человеком маленьким вы нашли общий язык. Вот. И благодаря тому, что вы правильно действовали в определенный момент, как-то что-то правильно, как-то среагировали правильно. Но тут даже не просто сказали, вот именно ваше желание действовать и ваше действие, оно привело к тому, что решение случилось и правильное решение объятия. Вот так, что-то у нас выходит. Двоечка мечей. Это, знаете, когда есть импульс, не нужно себя останавливать, нужно действовать. Раз импульс захотела, сделала. Как говорится, вы хотите выпить чаю. Сказали себе, пошли попили чай. Например, вы видите проблему, какая-то острая ситуация, надо ее решить, пошла, решила проблему. Так, и совет. В конце совет. Творите, творите в любой ситуации, будьте креативны и ваше творчество окупится. Будьте креативны, обладайте чувством юмора, вернее, достаньте свое чувство юмора и применяйте его в любой ситуации. Еще четверка мечевая идет. король кубков. Совет. Ну что ж, тогда вот тут говорят, что при общении с каким-то королем кубков, который в какой-то странной депрессии вот с вами общается, проявляйте креативность, юмор. Колесо фортуны. Потому что здесь такая ситуация, вы можете повернуть судьбу в свою сторону, понимаете, и переписать ее заново. Вот так вот. Совет. Проявляйте тактичность, даже если в любой непонятной ситуации проявляйте тактичность. Да. Спокойно выслушайте, спокойно узнайте информацию, то есть какая-то тактичность и практичность. И отходите назад, на шаг назад. Дайте действовать следующему, вот тому лицу, которая с вами имела общение только что. Понятно, да, тут ход событий? Вернее, не ход событий, а сам совет. Ну, интересный совет. Очень даже. Вот так. Дорогие мои, это все. Спасибо вам. А вот и вышли девушки, ведающие девушки по пальцам. Дорогие мои, благодарю вас за все. Благодарю за ваши лайки, комментарии, поддержку финансовую. Пускай в ваших жизнях проявляются только самые лучшие из этих моих видео. и я хочу, чтобы мои видео вас только поддерживали на вашем жизненном пути, давали ценные советы. Я надеюсь, что так оно и происходит. Вернее, я даже не то, что надеюсь, я уверена, потому что я вижу те благодарные отзывы, я вижу в Ютубе, да, я вижу те благодарные благодарности в виде финансовой поддержки, да, спасибо вам, чувствую и вижу каждого. И хочу, чтобы Вселенная это видела и вам дарила подарками в разы больше, чем вы даже могли себе придумать. Ну что, до новых встреч, до новых видео. Пока-пока.